Приветствую всех, кто вместе с нами. Сегодня чудесный день, 14 марта. И вы знаете, сегодня у меня необычный день. Сегодня мой гость приходит не во втором часе, а в первом. И позвольте вам представить талантливого певца N.U. Привет! На самом же деле N.U. это Юрий Николаенко, который еще является и профессиональным актером, и даже режиссером закончил мою любимую театральную академию в Петербурге на Моховой, которую я тоже когда-то заканчивала, она еще называлась Лгитмик, представляешь? Да, да, помню. Да, помню, помню, сказал Юра. Юра снимался в моем любимом сериале «Молодежка». Я в свое время его смотрела. У меня сына хоккеем занимался, понимаешь? Так что, в общем, а ты на самом деле умеешь кататься на коньках? Я же не хоккеист был. А кто? Я был там бандитом. Бандит, понятно. Сразу, то есть тебе, кто умеет, так кастинка проходил. Вот приходит парень, умеешь кататься на коньках? Нет, бандиты. Умеешь кататься в хоккеисты. Ну что ж, а также сериал «Улица», но сегодня мы будем говорить исключительно о музыке, потому что сегодня у Юры одна страсть. Это творчество музыкальное. Правильно я тебя поняла? Работа. Раньше это было хобби, теперь это работа. А что произошло? Почему это так вот с ног на голову? Почему вот здесь хобби, а здесь вдруг раз, а теперь работа. А, деньги стали платить за песни. Нет. Перестали платить за кино. Деньги. И пришлось зарабатывать. Было действительно так. Ну слушай, как говорится, может, и все к лучшему, да? И мы сейчас будем слушать просто новую песню твоего проекта «Эн Ю». А тебя как вот мне назвать? Юра или «Эн Ю»? Юра. Юра. Как же. А, ну я не знаю, вдруг ты скажешь, нет, давайте в эту «Эн Ю». Юра. Хорошо. Я нашла отзывы зрителей, ну слушателей твоих на песню «Вороны». Я хочу сказать, что людям она очень понравилась. На некоторых площадках ее можно уже скачивать, и она там безумно популярна. Поэтому я тебя поздравляю, во-первых, с этим. Ну а теперь предлагаю нам просто взять сейчас, послушать песню, а уже потом поговорить о ней. Мы послушали только что песню «Вороны» певца «Ню», он же Юрия Николаенко. Чудесный, милый, талантливый и очень скромный парень. Слушай, я хочу тебя похвалить. Я поняла, почему аудитории понравилось, но она такая прямо, ну ты ни на кого не похож. Ты какой-то такой самобытный. Не уверен. Ну нет. Ну это чуть в сторону раннего творчества, чуть получилось зацепить. Раньше прям совсем были сложные песни, потом больше просто буду. Сейчас вот пытаюсь как-то смешать, но грань пока не нашла. Золотую середину. Ну конечно надо. Люди любят, чтобы такое чуть-чуть попроще, повеселее. Ну а с другой стороны, иногда и про любовь так тоже надо, чтобы прям зацепило. Ладно, скажи мне, пожалуйста, я нашла цитату от тебя, что ты с 16 лет сочинил 500 песен, но в работе только 100. Это что значит? Ну это был момент, когда я собирал все наброски, все, что есть. Примерно вот такие цифры насчитались. То есть ты прям такой, как это называется, плодовитый. Ну я просто раньше все свободное время, я садился за инструмент, за пианино и сочинял. Все, в разных стилях, все, что мог, все время на это уходил. Потом, теперь сажусь крайне редко. А скажи мне, ты же кому-то тоже, Тайсамбурской, по-моему, записал, написал песню, она поет ее. Да, я написал песню в 2010 году, она лежала, сколько, 10 или 11 лет. Да, и созрела. И мы с Настей как-то начали общаться, и вдруг я подумал, о, а может ей предложить, и ей она очень понравилась. Собственно, она ее переписывала раз в 16, наверное. Ну хорошо. Там столько было вариантов аранжировок и всего, но вот она вышла наконец. Наконец вышла, и она у нас уже тоже звучала. Хорошо, будем сегодня с талантливым молодым певцом и композитором знакомиться поближе. Я напоминаю, что Юрий Николаенко у меня в гостях. Итак, молодой талантливый певец, а также композиторщий музыкант Н.Ю, он же Юрий Николаенко у меня в гостях. И коль мы заговорили о том, что ты пишешь не только себе, но еще и другим людям, иногда, если повезет этим людям, то хочу спросить, вот с кем бы из артистов ты хотел спеть дуэтом из наших, которые у нас на русском радио играют? Вот они сейчас нас слушают. А кто там? Кто у вас? Молодец, Юра, молодец. В целом, знаете, вот конкретно сейчас не хочу ни с кем делать дуэты. Не хочешь? Вообще не хочу. Вот на ближайший год закрыл эту лавочку, хочу делать сольные проекты, потому что как-то вот работа с другим человеком, этот творчески смешанный процесс, он прямо в последние разы давался крайне тяжело, какие-то противоречия. Ну и, собственно, и треки начали мы ударно, хит за хитом, а потом как-то мимо все. Ну, не сильно, но мимо. Поэтому сейчас я на паузе. А, но я при этом видела, что ты со своей сестрой старшей записывал дуэт. Нет, ну хорошо, ну не важно, но какой хороший братик. Специально сделал мне, что нельзя так девушку. Ну ладно, хорошо. Всегда с братьями и сестрами кто-то старше, кто-то младше. Я старший, я старший. Ты старший? Ну, по всему я. А, то есть ты... По жизни я старший. По жизни. Ты ее еще и продюсировал. Ну как продюсировал, это одно название. Ну, пытались мы, мы смотрели, просто я примерял на себе эту роль. Я понял, что это не мое. Да. Совершенно больше этим заниматься я не буду. Но конкретно мы сделали, да, несколько песен выпустили вместе. А сейчас вот наконец-то мы доделали ей сольный трек. Мы единственное не можем придумать, как ее... Назвать. Сестру назвать. Да. Потому что она Валентина Николаенко. И как ее назвать, мы вот думаем, а песня готова уже. Все. И вот когда мы придумаем, как ее назвать, мы выпустим сольный трек и посмотрим. Ну ты будешь ее продюсером? Ну не продюсером, мы просто его выпустим. Ну я поняла, будешь ей помогать? Да, я просто буду. Ну слушай, так интересно, сестра старшая, но ты сказал, что по жизни старше я. То есть ты взялся за нее, ты заботишься о ней? Ну это ее слова больше. Она все решает. Ты старший. А, вот правда. Ты у нас в семье старший. Ну то есть ты берешь на себя ответственность? Ну за семью, да, конечно. И даже за старшую сестру? Ну за всех. Молодец. На самом деле круто. У вас в семье все... Она тоже пишет песни или... Она писала, да. У нее очень красивые песни были вот, когда я совсем был маленький, лет 16 был. У нее прямо были шикарные песни. Я их до сих пор помню. И почему-то она потом забросила это дело. И последние она уже писала не такие шикарные. А у вас в семье все пишут песни? У отец... Это у вас талант передается от отца к сыну? Ну отец что-то сочинял. Он под гитару на шашлыках, помню, что там напевал. Но в целом... В целом только... Мама нет. Понятно. Ну надо копнуть там до седьмого колена. Я думаю, дойдем до римского-курсского. Полина Гагарина нам споет. И потом продолжим. Молодой талантливый музыкант, композитор, певец Н.Ю, он же Юрий Николаенко у меня в гостях. А чтобы познакомить моих слушателей с тобой поближе, я придумала такой Блиц. Ты как вообще к Блицам относишься? Не очень. Да? Что, где, когда всегда. Вот ни разу не отгадал. Не, а тут не надо. Тут про тебя. Я понял. Не гадай. Как есть, так и говори. А у тебя есть продюсер? Нет. А в твоем детстве кто для тебя был по-настоящему прям популярным артистом, звездой? Король Шут. Ага, понятно. Как реагируешь на критику? Сейчас уже пофиг. Чего ты боишься? Много чего боюсь. Ну, конкретно вот что-нибудь самое такое. Близких потерять. А ты любишь почудить? Да. Когда чудил в последний раз? Ну, нет. Бывало тут, бывало. Последний. Вот я в отпуске был месяц. Да. Месяц где-то и чудил. А вот конкретно что делал? Не могу рассказать. А, то есть совсем чудил. Молодец. Кто твои конкуренты на российской эстраде? Все конкуренты, конечно. Все друзья, все конкуренты. Что спонтанного ты делал в недавнем времени? Вот такое, что прям вау. Вот это вот сейчас. Не, я разучился. Сейчас все по плану. Что-нибудь умеешь делать своими руками? Диваны делал раньше, когда работы не было. Стулья, диваны. Сейчас нет, чего не умею. А это можно разучиться делать диваны? Ну, я, наверное, смогу. Но это было там 8 лет назад. Я думаю, разучился, да. А ты прям вот с нуля? Да, я по ютубу смотрел все, закупал все материалами и делал. Ну, чтобы меня сходил с ума от того, что ничего не происходило. И мне нужно было... А куда ты девал эти диваны? Я на них спал. И много у тебя диванов? Ну, нет, не много, но сделал. А какого цвета? Ну, там обшивки специальные цветастые были всякие. Понятно. Я уж не помню. А никому из друзей не дарил диваны? Нет. Не продавал? Не дошло. Все-таки появилась, слава богу, работа. Работа. Но все равно прикольно, делал диваны. Было круто. Я не верю, что я это делал. Сейчас я... Нет, покажи, вот, скажи, сделай диван. А куда ты его делал-то, этот диван? Ну, нет, я сделал на кухне маленький. В комнате был и спал. И теперь ты живешь с этими диванами? Нет, это все. И там потом жили люди на съемной этой квартире. А, ты им оставил. Это даже была не моя квартира. С ума сойти, вот через пять лет и Нью будет просто суперзвездой. И кто-то загонит диван, сделанный твоими руками, за миллион рублей. Они его выкинули просто. Эх, не знали они, на каком диване спят. Ладно, слушаем красивую песню Маликовой. Нормально ты к Маликовой относишься? Можно? Руки за грибулки, конечно. Ну, давайте. Нью. Молодой, талантливый. Он же Юрий Николаенко. У меня с ним в гостях. Слушай, про твою личную жизнь ничего нет в интернете вообще. Это с чем связано? С тем, что жизни нет этой личной? Нет никакой жизни. Или наоборот, ты хочешь завоевать как можно больше поклонниц? И поэтому просто у меня был такой один друг в молодости. Он сейчас очень популярный артист. Но он просил, чтобы я никогда не называла его имя и фамилию. Ну, просто самый популярный, который есть. Так вот, когда я ему, помню, звонила, ну, мы были, он был студентом, и я была студенткой. А мы только познакомились. Его ребенок снял трубку. Он сейчас тоже очень популярный артист. И он кричит, Дима, тебя зовут! А я такая говорю, это твой сын. Он говорит, а, нет, это соседский ребенок. Не знаю, может, у тебя так же? Нет, я просто, как бы, я ничего не рассказываю просто сам. И когда не было никому нужной, я тоже никому ничего не рассказывал. Ну, у тебя Стас какой сейчас? Занят или не занят? Я не хожу. Нет, сейчас не занят. Свободен. Пару дней назад был занят. Сейчас вот свободен. Понятно. Ну, то есть жены, детей, семью ты не скрываешь нигде? Я не скрываюсь, но я не так не пихаю все это, чтобы все видели. Не рассказывай. А что, ты считаешь, счастье любит тишину? Нет, я просто... Ну, дети сами захотят. Сами дадут интервью. Сами дадут интервью, что я их буду вот пихать. Понятно. Маленьких детей, они, ну что, потому что они против. Хорошо. Юр, скажи, кто является тогда, или что-то, может быть, является твоей музой? Нет, все-таки, наверное, кто? Потому что если кошка, то это тоже кто? Нет, я к примеру говорю вообще, кто является твоей музой? Ну, песни грустные в основном, поэтому муза должна быть какая-то грустная. Что, нет музы? То есть ты сам по себе вот их рождаешь? Да нет, я вот смотрю по сторонам, смотрю вот, у меня восприятие мира такое грустненькое. Так. Я тяжело все это воспринимаю. Ну, то есть я о хорошем говорю мало и пою мало, потому что мне кажется, это само собой разумеющийся, что все должно быть хорошо, должно быть добро. А про что-то вот плохое, про какие-то потери, неудачи, я много говорю, потому что мне кажется, что это неправильно, что этого вообще не должно быть. А, то есть если об этом говорить, то это... Может, уйдет, может, как-то... Хорошая такая интересная философия. Какую музыку слушали в твоей семье? На какой музыке ты рос? Ну, я рос папа только Высоцкого слушал, Висбора, Высоцкого, ну, мы слушали вот это, я помню, «Чашку кофею», «Ветка сирени», «Ветка сирени», «Ветка сирени», «Ветка сирени», «Высоцкий» и «Висбор». Все, по-моему, прилично. Юрий Николаенко у меня в гостях, и мы прямо сейчас... Я хочу тебе предложить игру, как ты вообще? Не любишь ты играть, я вижу. Ну, пожалуйста, ради меня. Ну, конечно. Но я проиграю вам. Я сразу даю вам победу. Нет, я хочу, чтобы ты поборолся. Так мне неинтересно, когда мне сразу проиграют. А я поборюсь. Я честно поборюсь, но проиграю. Ну, все-таки, так как ты сейчас занимаешься музыкой, я тебе игру приготовила про музыку. Эта игра называется «Правда или миф». Я тебе буду предлагать разные мифы или правды, а ты должен угадать, правда или миф. Так. Поехали. Будем их либо развеивать, либо подтверждать. Существует всего семь нот. Ну? Что же делать? Что? Это миф или правда? Похоже на то. На миф или на правду? Похоже на правду. Похоже на правду, но это миф. Ты забыл про бемоль, Бекаре? Семь белых, а пять черных. Ну, хорошо. Хорошо. Я предупреждал. Ну, ладно. Один-ноль в мою пользу. Музыка лечит болезни сердца. Ну, моя мне не лечит, но, видимо, да. И это правда. Юра молодец, отыгрывает у меня одну очко. Счет становится один-один. А я действительно рассказываю, что музыка помогает пациентам, которые восстанавливаются после сердечного приступа или операции на сердце. Доказано, что приятная музыка способствует оздоровлению сосудистой системы. Слушайте русское радио, и у вас будет мотор работать просто круче всех. Третье. Жанр музыки, который вы слушаете, влияет на ваше мировосприятие. Сложно. Жанр. Влияет. Это абсолютная правда. Да. Чтобы научиться играть в музыкальном инструменте, необходим талант. Нет. Это миф. Конечно. И опять выигрывает Юра, потому что необязательно иметь талант. Ведь главное что? Желание. Желание всегда самое главное. Желание учиться, усердие. Это очень тяжело. Ой, Господи, когда я вспоминаю свою музыкальную школу, мне кажется, что это было... Периодами. Но когда-то это было просто ужас ужасный. Всегда это было. Каждый день много. Это очень трудно. Да. Поэтому талант здесь не главное. Ну, конечно же, из талантливых получаются особо одаренные личности. Ну что, я тебе хочу сказать, что ты меня победил. Со счетов. Я не хотел. Три. А я тебе говорила. Очень жаль. А я тебе говорила, что это ты просто мне вот пудрил мозги. А на самом деле все ты знаешь. А мы продолжим сразу после очень короткой рекламы и очень красивой. У меня в гостях молодой талантливый и композитор, и исполнитель Юрий Николаенко. Скоро будем слушать каждый день твои песни. И знаешь, у меня такая есть штучка. Вот сейчас мы будем во втором часе это делать. Ну, поскольку мы с тобой в первом часе говорили. Мы тему берем какую-то. Если вдруг будет твоя песня звучать, я же могу тебе позвонить и сказать, Юр, ты что думаешь по этому поводу? Ты как? Нормально? Контактный? Ну, хорошо. У тебя тур... Не, просто я знаю, что ты сейчас едешь в тур. Да. Тур большой. Ну, может, будешь занят. Поэтому я у тебя сразу заранее разрешение спрашиваю. В какие города поедешь? Когда, где с тобой твои поклонники могут встретиться? Да. Тур начался. А из ближайшего у нас два мощнейших концерта Ростов-Краснодар 17-18 марта. 17-18 марта Ростов. 17 марта. Ой, люблю Ростов. Чудесный такой город. Всегда солнечный, всегда. И Краснодар не менее солнечный 18 марта. По-моему, так, да. И Уфа-Оренбург 24-25 марта. Это из ближайших. И Уфу люблю. И Оренбург как люблю. Молодец. Тебе хорошо. Ну, правда, я просто, когда туда на гастроли, с каждым городом связаны такие чудесные воспоминания. А скажи мне, ты отдыхаешь в России или не в России? В России, да. В России. А какие вот города хотел бы посетить? А я вообще почти все посетил. Уже? По-моему, да. Ну, теперь надо что-то ближе к горам, к родникам. Вот туда, куда-то надо. Куда? Ну, где там ванны всякие солевые. Мне полежать надо. Да? Да. А где ванны солевые? А я знаю. Сейчас буду узнавать. Я когда-то давно была на Алтае. Да, вот туда, наверное. Вот там были ванны, только не солевые, а из-за рогов этих. Ну, все. Рога, в общем, это. Которые там ходятся. Как они называются? Ханты? Нет, нет, команды. Короче, вот так вот они как-то. Ханты-команды. Да, да, да. Ладно, это было давно, видишь. И то я вспомнила. Но говорят, они очень полезные. Я с тех пор... Знаешь, мне все говорят, что каждый год все молодейши и молодейши. Это вот я в этих ваннах полежала. Все, туда, значит, рвем когти. Юра, спасибо тебе большое. Приятно было познакомиться. Мне тоже спасибо. Хорошего тебе тура. Ждем твою песню. Надеюсь, что будет звучать. Часто много. Песни красивые, философские, умные. Ну и новых песен, конечно, тоже. Ну и приходи в гости. Конечно. Ну а я с вами не прощаюсь. У нас еще целый час спереди. Кстати, ты меня надоумил. Будем говорить сегодня на тему братьев-сестер. Ты уж больно хороший брат оказался.